Дом сгорел, а землю не продать. Это история о многодетной матери погорелеце. Сейчас она с четырьмя детьми живет в маневренном фонде в судо, где освой участок Вяткина женщина продать не может. Уже 10 потенциальных покупателей отказались от сделки. В чем причина и есть ли решение проблемы? Разбирался Константин Миронов. Пепелище – это все, что осталось от дома Вяткина, который принадлежит многодетной маме. Пожар произошел 19 января этого года, как раз когда женщина рожала четвертого ребенка. К счастью, в огне никто не пострадал, но жить семье стало негде. Женщина была вынуждена скитаться по съемным квартирам до тех пор, пока не получила жилплощадь в маневренном фонде города Судогда. Сейчас многодетная семья живет в чужой квартире и выплачивает кредит за строительство сгоревшего дома. Чтобы рассчитаться с долгами, участок, который выдала многодетная семья государства, было решено продать. Только все желающие купить землю при осмотре владений воротили носы. Это речка с очистных сооружений, которые с 2014 года так все и не ремонтируется. Все здесь так и сливается. Хотя было обещанного много, но в итоге ничего не произошло. Так и пахнет, покупатели у меня отсюда убегают. Пытаясь решить проблему, женщина дошла до председателя ЗАГС собрания Владимира Киселева. Тот обещал обсудить строительство новых очистных сооружений с губернатором. Но пока проблема решается, Елена вынуждена платить кредит с детских пособий. Потому что другого источника дохода у нее нет. У меня остался кредит за дом, которого сейчас нет. Землю, к сожалению, я не могу продать. Потому что там пахнет очистными сооружениями. У меня уже было 10 покупателей, из которых все просто исчезли в последний момент перед сделкой. Вот помощи прошу в как-то реализовать эту землю. Либо поменять как-то, чтобы я могла ее продать. И погасить кредит, который на мне сейчас. Я не работаю и получаю только пособия детские. Отчаявшаяся девушка просит поменять участок, который она получила без права выбора. О зловонном ручейке, текущем около забора, Елена узнала только во время строительства дома. Как многодетной семье могли дать участок рядом с восточными водами? За разъяснениями мы направляемся в администрацию Судогодского района. Но съемочные группы здесь не очень рады. И даже не пускают внутрь. То есть отказывают? Производитель? Именно поэтому вопрос. Если какие-то еще моменты есть, то жилье, альфотами, тогда вся информация есть. Застать главу администрации поселка Вяткино, на территории которого Елена получила участок, на месте нам не удалось. В телефонном разговоре Виктор Сафонов объяснил, что земля находится у многодетной семьи в собственности. И теперь менять ее власти не будут. Право на его использование или продажу принадлежит владельцу. Ну, это частный земельный участок, у которого есть хозяин, который находится в собственности, у, я так понимаю, у Елены Зойниковой. Это ее право. Продавать или не продавать. Право покупать или приобретать или не приобретать. Получается, что власти махнули на многодетную мать рукой? Поменять участок, если продать землю не удастся, женщина может попробовать через суд. Ведь, как утверждает Елена, выбрать землю для строительства ей изначально не дали. Мы просим разобраться в этой ситуации и прокуратуру области. Константин Миронов и Дмитрий Журавлев. Шестой канал. Когда построят дублер Верхней Дубровой? И чем это может грозить жителям улицы Чапаева? Почему они могут оказаться в таком же положении, как и жители Стрелецкой? И чего не хватает людям, которые живут в Перекопском городке? Глава администрации сегодня принимала население. Вместе с Андреем Шохиным людей выслушал и Александр Инин. Улицу Спиранского, возможно, начнут соединять с улицы Чапаева в 2019 году. Если областной департамент транспорта поможет городу деньгами. Вопрос был поднят на сегодняшнем приеме населения Андреем Шохиным. Только первый этап работ оценивается в 78 миллионов рублей. Состоять он будет в продлении дороги. Продолжение, скорее всего, сделают полукругом, потому что подъем здесь очень крутой. Изначально из тупика собирались сделать полноценный перекресток, чтобы автомобилисты могли ехать не только на Чапаева, но и поворачивать на улицу Василисина, Пугачева. Но строительство форсирует региональный народный фронт в лице активиста Сергея Федяева. В результате, если деньги из дорожного фонда придут, будет заасфальтирован только подъем на Чапаева. Все упирается у нас в дорожный фонд. Дорожный фонд. На следующий год опять заявились, опять проводим разговоры с департаментом, чтобы нам включили эту стройку, причем первым этапом. Там на два этапа разбиваем строительство. Сначала напрямую. При этом саму улицу расширять не планируют, как и сносить несколько частных домов, как хотели изначально. Стоят эти дома напротив психоневрологического диспансера. В общем, на первом этапе хорошего для жителей домов вдоль Чапаева мало. Только увеличится трафик. За счет машин из микрорайона 8ЮЗ, где по самым скромным подсчетам проживает порядка 30 тысяч человек. Ситуация может развернуться следующим образом. Водители, желая обогнуть пробку на Верхней Дуброве, устремятся на Чапаева. Улица не справится с возросшим потоком автомобилей и тоже встанет. К решению проблемы можно было бы подойти комплексно, соединив микрорайон 8ЮЗ еще и с улицей Диктора Левитана. Но Народный фронт об этом предпочитает не говорить. Зато еще летом об этом начали говорить жители домов вдоль Чапаева. Дворы здесь сквозные. Жителям запрещают перегораживать их шлагбаумами и бетонными блоками. Водители этим пользуются. На Диктора Левитана, чтобы выезжали. Вот здесь вот даже с детьми погулять, это невозможно. Здесь невозможно перейти, никто не останавливается. Это очень тяжело. Машина носится, скорость не сбавляя. Сколько уж тут кошек передавили, я вообще молчу. И дети вот выбегают. Что бывает, когда на узких улицах в разы увеличивается трафик, хорошо знают жители Стрелецкой. Еще недавно их улица была похожа на деревенскую. Теперь, когда ее соединили с Лыбецкой магистралью, люди лишились покоя. Вот посмотрите, это происходит на нашей улице сотни машин, сотни. Вот я снимал вчера вечером, все сигналят, проехать невозможно. Жители Перекопского городка к Шохину тоже с транспортной проблемой. У них по городку ходит только пятый автобус. И он не социальный. Как быть льготником? У нас жители лишены возможности пользоваться социальными льготами. Вообще не ходит ни одного автобуса с социального маршрута. Новый маршрут в Перекопский городок не добавят. Но социальными вполне могут стать пятые автобусы, дал понять глава администрации. Что касается Стрелецкой, поворот на нее с Лыбецкой магистрали, конечно, никто не запретит. Но будут делать тротуары, где их нет. Может быть, даже светофор на улице появится. Александр Инин, Артем Горчаков, Шестой канал. Чего боятся в отопительный сезон? Сотрудники МЧС напоминают, греться в холода нужно аккуратно. С наступлением морозов на территории области возобновилась профилактическая операция «Отопительный сезон». В ее рамках спасатели вместе с социальными работниками и пожарными добровольцами обходят дома Владимира. Жителям раздают памятки с правилами пожарной безопасности и рассказывают, как нужно вести себя во время пожара, чтобы сохранить себе жизнь и как пользоваться газовыми приборами, чтобы не случилась трагедия. В частном секре проверяют исправность отопительных систем. Профилактическая работа ведется во всех районах области. На этой неделе спасатели обошли дома Владимира, Коврова, Мурома, Александрова. С начала 2018 года на территории области зарегистрировано 1203 техногенных пожаров. В них погиб 81 человек. И хотя это меньше, чем в прошлом году, спасатели статистикой обеспокоены. На пожарах стали чаще погибать дети. К сожалению, за текущий год у нас погибло 9 детей на пожарах. По сравнению с прошлым годом у нас идет увеличение по данному гибели в три раза. На территории Владимирской области на сегодняшний день проводятся мессенджи безопасности. Проводятся рейды совместно с волонтерами, с Российским добровольным пожарным отчеством, представителями органов местного самоправления, органами социальной защиты и представителями сотрудниками МВД по профилактике техногенных пожаров и уменьшении гибели людей и детей на пожарах. ВИЧ-инфекция – не приговор. 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Накалуне этой даты врачи-инфекционисты в очередной раз напоминают, количество ВИЧ-инфицированных в Владимирской области продолжает расти. Но благодаря современной медицине люди с неизлечимым диагнозом могут нормально жить и работать. Специалисты отмечают, ВИЧ давно вышел за рамки групп риска и рекомендуют серьезнее относиться к проверке иммунного статуса. Где можно сдать тест на ВИЧ, расскажет Оксана Любимова. С ВИЧ-инфекцией можно и нужно нормально жить. Об этом активист благотворительного фонда «Алые паруса» Павел на личном примере рассказывает тем, кто столкнулся с неизлечимым диагнозом. О своей болезни он узнал почти 10 лет назад. С тех пор ведет здоровый образ жизни и принимает лекарства. У Павла хорошая работа и семья. Говорит, очень повезло, что в нужный момент близкие все время были рядом. Но далеко не все готовы адекватно общаться с ВИЧ-инфицированными. Поэтому наш герой все же попросил не показывать его лица. Растерянность и непонимание первое, с чем сталкиваются ВИЧ-инфицированные, говоря свой диагноз окружающим. Отсутствие информации у родственников, то есть неприятие у родственников, неприятие в обществе, неприятие среди окружающих людей. Бывает даже неприятие среди медицинских работников. Существуют такие случаи, когда человек отказывается принимать болезнь, говорит, что это все выдумки, это все придумано учеными. И человек отказывается принимать препараты. Неприятие диагноза и отказ от лечения – самая большая ошибка ВИЧ-положительных людей, говорят в областном центре профилактики и борьбы со СПИДом. Стоимость лечения одного пациента может доходить до 100 тысяч рублей в месяц. Современные препараты, которые, по словам врачей, все больные и без проблем получают бесплатно, позволяют поддерживать здоровье и нормально жить долгие годы. – Препараты новой группы изобретаются ежегодно. И качество лечения говорит о том, что эффективность лечения есть. Потому что больные у нас, очень много больных, которые стоят на учете более 10 лет. Многие уже родили за это время одного и более двух и трех детей. Дети здоровы у этих пациентов. Тем не менее, ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в области тревожная. По словам специалистов, с каждым годом ВИЧ становится старше и все больше выходит за рамки групп риска. Болезнь перестала быть недугом только наркоманов. Сейчас лидирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Только в этом году во Владимирской области выявили 504 новых случаев заболевания. Всего же на диспансерном учете в 33 регионе состоит почти 4000 больных. Сегодня в лаборатории областного центра борьбы со СПИДом подтвердилось еще 6 случаев ВИЧ-инфекции. И это, по словам специалистов, вершина айсберга. Реальное количество ВИЧ-инфицированных людей гораздо больше. Ведь болезнь долгое время может проходить бессимптомно. Они, как правило, попадают уже на стадии клинических проявлений. Они попадают или в отделение, как правило, терапевтические, пульмонологические часто. Начинают беспокоиться, да, мне кажется, когда ближайшее окружение стало говорить о ВИЧ-инфекции, о том, что кому-то поставлен диагноз. Потому что очень часто приходящие люди проходят у нас по эпид-показаниям, по контакту. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом врачи еще раз напоминают сдать кровь на ВИЧ-инфекцию анонимно и бесплатно можно в областном центре по профилактике СПИДа на Судогодском шоссе 41 и в поликлиниках по месту жительства. И настоятельно рекомендуют всегда помнить о мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Оксана Любимова, Егор Хребко, 6 канал. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых темах сегодняшнего дня. За сбитого ребенка получил условный срок. Во Владимире вынесли приговор супруге опального бизнесмена Александра Филиппова, которая совершила наезд на 11-месячного малыша. Напомним, трагедия произошла днем 26 июня в жилом комплексе Ладога. Ольга Филиппова ехала по проезжей части в жилой зоне. Проезжая рядом с одним из домов, не убедилась в безопасности маневра и при повороте наехала на ребенка. Он выбрался из коляски, когда мама на минуту зашла в дом. После происшествия женщина не затормозила и продолжила движение. Мальчик от полученных травм скончался. Подсудимая признала вину в полном объеме. Принесла соболезнования родителям, возместила имущественный ущерб и моральный вред. Оснастила жилую зону видеонаблюдением, поставила сигнальные столбики в местах поворота, оградила детскую площадку от проезжей части. Отец погибшего малыша ходатайствовал о прекращении уголовного дела, но суд отказал. В результате за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, Ольга Филиппова получила два года условно. На полтора года женщину лишили права водить машину. Торговали контрафактом. Прокуратура, полиция и областные чиновники проверили оборот алкогольной продукции в Собинском районе. В одном из магазинов Лакинска надзорные органы обнаружили 40 бутылок водки с поддельными акцизными марками. Кроме того, из оборота изъяли 150 коробок винной продукции. На них у предпринимателей не было сопроводительных документов. По материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело. Выходные движения по М7 будет ограничено. Федеральные дорожники предупреждают. В ночь с 1 на 2 декабря движение по трассе сузят до трех полос. Ограничение движения будет действовать на участке со 121 по 123 километр в пределах города Петушки. С 9 вечера до 6 утра там будут монтировать пролетные строения надземных пешеходных переходов. При этом дважды за ночь М7 полностью перекроют. Сначала движение остановит с 23 до 23.40, а потом с 4 до 4.40. Область покинула еще один замгубернатора Виталий Азаров. 30 ноября стало для него последним рабочим днем. Виталий Азаров ушел с должности по собственной инициативе. В администрации области Азаров руководил представительством региона при правительстве Российской Федерации. Кандидатуры на освободившуюся должность у губернатора региона уже есть. Вошла в золотой резерв России. Ковровская спортсменка Анастасия Авдеева выиграла золотую медаль на всероссийских соревнованиях по плаванию. Ковровчанка стала лучшей в плавании на спине на дистанции в 200 метров. Сребряную медалистку из Московской области Анастасия Авдеева обошла больше, чем на 2 секунды. Соревнования «Резерв России-2018» проводятся в Саранске во дворце водных видов спорта с 29 ноября. В них участвуют более 720 пловцов из 65 регионов России. Всего на соревнованиях разыграют 42 комплекта наград. Они – гордость области. Речь об активных семьях. Во Владимире наградили участников и победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». К этому году в разных номинациях заявились более 40 семей из разных районов Владимирской области. Некоторые из них живут в браке уже более полувека. Кто-то воспитывает более пяти детей, в том числе и приемных, а некоторые только начали свою семейную жизнь. Дипломы победителей и участников губернатор области Владимир Сипягин лично вручил лучшим семьям региона. О секретах семейного счастья на празднике узнала Маргарита Махрова. Александра и Лариса Слепова воспитывают пятерых детей. Самой маленькой Александре меньше года. Семья живет в Гусь-Хрустальном и, несмотря на множество хлопот, старается жить активно. Слеповы участвуют в разных конкурсах. В этом году они завоевали третье место в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». На детей очень много времени уходит. Очень много времени, внимания. Дети у нас занимаются в различных секциях, кружках. Все, что она у меня хочет сделать, разрешаю и во всем помогаю. Как вам хватает вообще сил на все? На пятерых детей на полную силу? Главное, правильно распределить свое время. Ольга и Геннадий Власовы уже 51 год вместе. Живут в городе Меленке. Сейчас супруги на пенсии и помогают детям воспитывать внуков. Главный секрет многолетнего семейного счастья – взаимное уважение и любовь. А ведь когда-то познакомились случайно на танцевальном вечере в школе, а потом дружили еще 6 лет. Пришла девчонка там с косичками, в кофточке, в юбочке такая. Вот, запал. Один соперник, один справиться не мог. И он тогда пригласил там 5 или 6 парней. Вот они пришли меня проучить. Ну, я решил так. Думаю, я со всеми не справлюсь. Но одно я очищу как следует. И все будет нормально. Но они поняли, что я не убежал. И на этом все закончилось. Сегодня самые активные семьи области чествуют во Владимире. В этом году в пяти номинациях регионального этапа всероссийского конкурса поучаствовали более 40 человек. Среди них члены многодетных и приемных семей. Те, кто прожили вместе много лет. И кто только создал свою семью. Их всех объединяет неравнодушное отношение к окружающим людям и родному краю. Маленькие и взрослые члены семьи участвуют в спортивных и творческих конкурсах. Ведут активную общественную работу. Все это и учитывала конкурсная комиссия. По итогам конкурса выделили 17 победителей. А семья Дубровиных из Юрьевпольского района в этом году представляла нашу область на всероссийском конкурсе. В номинации «Сельская семья» и стала лучшей. Диплом участников и победителей конкурса семьям лично вручил губернатор области Владимир Сипягин. К слову, и сам отец четверых детей. Он отметил, что поддержка семей, материнства и детства – приоритетное направление социальной политики региона. В областном бюджете 2019 года есть так называемый детский бюджет. Это расходы на образование, строительство дошкольных учреждений, школ на здравоохранение, отдых и оздоровление детей, намеры социальной поддержки, улучшение демографической ситуации и много-многое другое. Вот всего в детском бюджете на 2019 год предусмотрены 16 миллиардов рублей. Это огромная сумма, но и задачи у нас достаточно большие. Кроме того, губернатор напомнил, какие меры поддержки существуют для семей региона. А еще отметил, что под его особым контролем строительство и ввод в эксплуатацию образовательных учреждений области – ясли, детских садов и школ. Глава региона подчеркнул, что развитие дополнительного образования в области также будет продолжаться. Так, во Владимире планируют построить крытый универсальный спортивный комплекс, чтобы дети и подростки могли заниматься разными видами спорта. Этот проект губернатор уже обсуждал с вице-премьером в Москве. Мария Томахрова, Александр Машаров, Шестой канал. И последнее. Поучаствовать в веселых стартах, узнать интересные исторические факты и приобщиться к искусству. В первые выходные зимы владимирцев и гостей города ждут много интересных событий. Мои коллеги подготовили для вас афишу ближайших двух дней, а я предлагаю ее вашему вниманию. В первый день зимы развлечения на свежем воздухе подготовили городские парки. В Добросельском в 11 утра начнется спортивная программа «Быстрые сани». Поучаствовать в ней приглашают юных и взрослых гостей парка. В Загородном в это же время проведут веселые старты для всей семьи под названием «Папа может». Парк «Дружба» приглашает владимирцев вместе порадоваться приходу зимы. Там в 11.30 начнется программа «Холодно-весело». В Центральном парке культуры и отдыха 1 декабря посетители отправят волшебное путешествие под названием «Сказочный трамвай». Программа начнется в полдень. Погрузиться в мир сказки и узнать, как волшебная щука исполняет все желания в субботу можно будет и в областном театре кукол. В 11 утра там начнется спектакль «По щучьему велению». Любители истории и литературы в субботу приглашает областная научная библиотека. В полдень там пройдут шульгинские чтения. Они посвящены 140-летию русского политического и общественного деятеля, публициста Василия Шульгина. Он принимал отречение императора Николая II, был свидетелем и участником многих важных исторических событий нашей страны. С 1945 года Шульгин жил во Владимирской области. А в воскресенье там же в библиотеке с читателями встретятся участники первой в областном центре неформальной литературной группы. Она появилась 30 лет назад, 2 декабря, поэтому получила название «212». Что изменилось в мире литературы за эти годы и чем живет творческая интеллигенция города, смогут узнать все желающие. В числе гостей в заседании литературной гостиной примут участие поэты Вадим Забабашкин, Дмитрий Кантов, Владимир Пучков. Начало в 15.00. Завершить выходные на выставке известного художника Василия Фомюка, приглашая Центр пропаганды изобразительного искусства. Живописные работы мастера наполнены мягкими красками и особым настроением. Экспозиция работает до 9 декабря. Еще больше новостей на нашем сайте 6tv.ru и в наших группах в социальных сетях. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что провели это время с нами. Приятного вечера и отличных выходных. Берегите себя и тех, кто вам дорог. СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОД Влажность воздуха 55%. Окна Плафен. Премиум класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5. СПОНСОР ПРОГНОЗОПОГОД